— Генри! Чёртов старик! — кричала Мария. А тем временем вскрикнул и пал под водой ещё один из охотников. — Следуй любой из нас. Мы поспешили к кораблю вплавь. Оставалось совсем немного. Подводная угроза на время пропала. Вероятно, доедала охотников. Пока остальные забирались по борту корабля по верёвкам, мы с Марией помогли Арагоне залезть в мешок, после чего её вытащили из воды. Мария начала подыматься по верёвочной лестнице, и я готовился последовать за ней. Было жутковато от мысли, что я последний, кто остался в воде. Схватившись за мокрые деревянные перекладины лестницы, я подтянулся и полез было вверх, но вдруг услышал под собой громкий резкий всплеск. Посмотрев вниз, я увидел, как возле моих ног сомкнулась огромная зубатая пасть, которая могла проглотить меня целиком. Невольно поджав ноги, я остался висеть на одних руках, но поскольку лестница была уже мокрая, у меня не получалось удержаться на ней. Это конец. Последняя мысль, которая пришла мне в голову в момент падения. Ударившись о воду, я погрузился на глубину. Открыв под водой глаза, я пытался сориентироваться и найти лестницу, но тут увидел приближение своей смерти. Крокодилье морда стремительно надвигалось на меня. Выхватив небольшой кинжал, я готовился всадить его в огромную рептилию, и когда она оказалась совсем рядом, я, с трудом рассекая рукой плотную воду, всадил кинжал прямо в челюсть огромной твари. Крокодил резко дернулся в сторону, оттолкнув меня лапами еще глубже к днищу корабля. У меня резко закончился воздух. Пора было срочно всплывать на поверхность. Я собрал последние силы и вынырнул. Жадно глотая воздух, принялся искать лестницу. Доплыв до нее, я постарался как можно крепче схватиться за ступеньки. Я торопливо поднимался наверх, пока не достиг вершины борта. Когда угроза вроде бы миновала, меня накрыло осознание того, что мне пришлось пережить. Дикая зноб содрогал мое тело. Ситуацию усугубляла мокрая одежда и вновь начавшийся дождь. Все закончилось. Успокаивал я себя, но от этого мне становилось еще страшнее. Невозможно было удержаться от того, чтобы не взглянуть за борт, на место сражения и не убедиться, что крокодил далеко. Пора было приходить в себя. Вся команда стояла на палубе и провожала взглядами старика Генри, который торопливо уплывал в сторону своего жилища. — Мистер Лорди! — крикнула Мария, вскочив на бочку и высматривая его в немногочисленной толпе. — Мы сможем убраться отсюда скорейшим образом? — Да, госпожа. Днище заделано, но нужно еще отладить мачты и паруса. — Занимайтесь! — она соскочила с бочки и направилась в каюту капитана. Мне стали интересны ее дальнейшие планы, и я отправился за ней. — А, Леонард, ты здесь! — произнесла она, словно успела забыть о моем существовании. Она разглядывала нашу драгоценную добычу, держа ее в своей руке. — Что ты собираешься делать теперь? — выдал я цель визита. — Как что? — Что за вопросы? — недовольно сказала она, дав понять, что не желает продолжать этот разговор. Ее поведение и реакция несколько озадачили меня, и в то же время насторожили. Но мне хотелось довериться этому человеку, и я списал все подозрения на ее сложный характер. Мария положила кристалл на стол и взяла бутылку рома. Откупорив зубами деревянную пробку, она сплюнула ее прямо на пол и сделала глоток. — Состав мне компанию. Она подняла бутылку кверху. Подойдя к ней, я невольно бросил взгляд на кристалл, который вновь источал светло-голубое свечение. — Что это? — Опять? — меня скрутило отчаяние. Послышался топот тяжелых сапог, и в каюте появился тич. — Мария, взгляни на это. И он убежал обратно. Мы ринулись прямиком на палубу. Выйдя наружу, мы не сразу смогли понять, что происходит, но вся команда стояла без движения, устремив взгляд куда-то за борт. Пробежав в конец палубы, мы увидели, как из кладбища кораблей выплывает судно. Оно выглядело довольно мрачно. Без сомнения, это был один из немногих мертвых кораблей, которым удалось остаться на плаву. Сперва все мы подумали, что это судно просто вынесло приливом. Но первое впечатление, как часто бывает, оказалось обманчивым. На палубе мертвого корабля творилось какое-то оживление. И как только мы вгляделись получше, большинство членов команды хватил шок. Команда мертвого корабля оказалась отнюдь неживее и состояла из трупов, которые совсем недавно безжизненно возлежали на разломанных палубах, а теперь суетились, управляя кораблем. Полуразложившиеся мумифицированные трупы и скелеты злобно размахивали мечами, глядя на нас. Мертвый корабль двигался прямо к нам. И я точно знал, что этот кристалл вновь оживил мертвецов, которые желали нашей смерти. Я вдруг понял, что смертельно устал от всех этих приключений и кристаллов. Во мне начала просыпаться ненависть к волшебнице, которая дала мне это задание, и заставила меня пройти такой опасный путь. И теперь в очередной раз мне приходилось подвергать свою жизнь риску. «Все на весла!» – прокричал Кич. Команда побежала на нижнюю палубу. Я поспешил вслед за остальными, но когда спустился вниз, то увидел, что все уцелевшие весла были уже заняты другими матросами. Нужно было подниматься наверх и смотреть, для чего я еще мог бы пригодиться. Наверху творилась суета. Марии нигде не было, и большинство указаний отдавал Тич Браун. Черная борода был в ударе, лихо раздавая команды и управляя судном. Мертвый корабль держался от нас на том же расстоянии. Погода продолжала ухудшаться. Все небо затянуло темными тучами, и начинался настоящий шторм, от которого нас мотало по волнам. Нужно было как можно скорее оторваться от преследовавшего нас мертвого корабля, поскольку мы не сможем принять бой из-за отсутствия должного вооружения, и к тому же судно было не до конца отремонтировано. Мы вышли в открытое море. Впереди виднелся остров Черепа. Он почти полностью ушел под воду, но сам череп из камня было видно хорошо даже на значительном расстоянии. Мертвый корабль не отставал, но и не подходил ближе, как будто испытывая наши нервы на прочность. Тут все услышали голос вперед смотрящего. «Позади корабль! Еще один корабль!» — кричал он. На палубе появилась Мария. Достав подзорную трубу, она начала всматриваться вдаль. Я подошел ближе, и в этот момент Мария выронила подзорную трубу. Я совсем этого не ожидал, но все же успел среагировать и поймать ее. «Как он нашел меня!» На ее лице застыл ужас. Сгорая от любопытства, я взглянул в трубу на корабль, качающийся на волнах начавшегося шторма. Его борт был украшен мертвыми головами, насаженными на колья. Я ухитрился разглядеть сквозь дождь нос корабля, на котором болтался повешенный, а на полубаке стоял тот самый монстр. Примечание. Полубак. Возвышение над верхней паловой в носовой части корабля. Конец примечания. Герман-потрошитель. «Именно с ним мы встречались в порту перед отплытием. Этого огромного человека можно было разглядеть даже на таком расстоянии, и после того, как я увидел его, по телу пробежал легкая знов. Еще одного врага в данный момент нам не хватало. Это Герман!» прокричал вперед смотрящий. «Вессел оф флэш!» прошептала Мария. Примечание. «Судно из плоти». Английский. Конец примечания. «Готовьте оружие! Все, какое есть!» заорал Тич, стоя на палубе. «Встретим потрошителя и отправим всю его команду в ад, где ей и место». И пока он раздавал указания и толкал воодушевляющие речи, издалека раздался грохот пушки. Откуда прозвучал выстрел, мне не удалось выяснить. Но ядро предназначалось явно не нам. Подбежав к борту на шканцах, я увидел происходящее позади нас. Видимо, мертвому судну было абсолютно все равно, на кого нападать. Преследовавшая нас Вестерлофлэш со своей командой оказалась ближе к этому кораблю-призраку, чем мы. Поравнявшись, они какое-то время перестреливались, подплывая друг к другу все ближе, пока костяная команда не начала абордаж. Даже потрошитель не ожидал, что на них может напасть куча костей и разложившейся плоти. Но, вероятно, такому человеку было абсолютно все равно, с кем сражаться. С людьми или с нечистью. Я подлетел обратно к Марии и посоветовал ей. Нужно заменить тех, кто на веслах, и убираться отсюда, пока они там заняты друг другом. Подняв глаза, она взглянула на меня странным, пустым и холодным взглядом. У меня возникло ощущение, что она сейчас вовсе не здесь, а в каком-то другом месте. По ее лицу и волосам текли струйки воды, но она этого как будто не замечала. Моргнув, Мария отвела глаза и встряхнулась, как будто приходя в себя. «Да, ты прав», — сказала она. Два опасных корабля оставались позади. Мы сменили матросов и часть команды, которая до этого была на веслах, отправилась спать. Тучи густели, я даже не сразу понял, что наступила ночь. Стараясь замести следы, мы решили погасить весь свет, и уже на третьей или четвертой волне мы пропали из виду, после чего поменяли курс и отправились в замок Марии. Кажется, нам удалось оторваться. Прошла половина ночи, но мы не заметили, чтобы нас кто-то преследовал. Шторм почти закончился, и Джон Лорди решил ликвидировать несколько неполадок, чтобы ускорить ход корабля. Текелаж на судне был примерно таким же, как и на моем корабле, за исключением нескольких отличий. Отсутствовала бизань-мачта, а вместо нее во всю длину корабля пролегал косой парус, состоявший из тех же брасов, топенантов и фолов. Примечание. Текелаж. Совокупность всех снастей судна, пеньковых и металлических тросов. Бизань-мачта. Задняя, меньшая мачта на парусном судне. Брас. Снасть, привязываемая к реям для вращения их в горизонтальном направлении. Топенант. Снасть, поддерживающая конец реи, мачты, стеньги в нужном положении. Фал. Трос, веревка, канат для подъема парусов, сигнальных флагов и тому подобного. Конец примечания. Работа продолжалась недолго, поскольку мачты и паруса пострадали меньше всего. Судно пошло на парусах по практически спокойному ночному морю, повинуясь невысоким волнам. Меня и остальных людей, участвовавших в ремонте, начинало клонить в сон. Зайдя в каюту к Марии, я увидел, что она мертвецки пьяная, спит за столом, держа с одной рукой за пустую бутылку рома. Не в силах как-то отреагировать, я прошел к неудобной кушетке и, примастившись на ней, моментально уснул. Ложь. Все ложь. Тебе никому нельзя верить. Сейчас только враги могут оказаться друзьями. Женский голос звучал откуда-то из глубины. Вокруг было темно. И я, кажется, быстро понял, что это просто очередной сон и вмешательство волшебницы. Но вокруг все еще стояла темнота. И выйти из сна мне не удавалось. Да и не очень-то хотелось. Я все еще чувствовал усталость после долгого и сложного дня. Я пытался отвлечь себя всевозможными мыслями, но безуспешно. И постепенно сгустившаяся темнота начала меня пугать. Я почувствовал себя ужасно одиноким. Мне казалось, что нет ничего страшнее этого. Но сквозь сон я успокаивал себя тем, что где-то рядом должна быть Мария. Мария, да, она. И как только я подумал о ней, передо мной тут же предстал ее образ. Мария стояла чуть поодаль, полностью обнаженная. И как только я попытался приблизиться к ней, она повернулась и начала растворяться в темноте. Протянув руку, я пытался остановить ее и позвать, но почему-то не мог выдавить из себя ни единого слова. Широко раскрыв глаза, я проснулся. Мне было безумно страшно. Дыхание сбилось и участилось. И первые минуты я чувствовал только сильные и тяжелые удары своего сердца. В каюте было светло от солнца. На моей руке лежала Мария, прижавшись ко мне. Увидев ее рядом с собой, я сразу успокоился. Наверное, она прилегла ко мне, когда я спал. Меня посетило давно забытое чувство счастья и радости. Сжав ее в объятиях, я прикрыл глаза, стараясь продлить эти приятные ощущения. Кажется, я вновь задремал, но ненадолго. Раздался сильный стук в дверь. Мария проснулась, резко подняв голову. «Кто?» — приходя в себя, спросила она. «Мария, я!» За дверью слышался хриплый голос Тича Брауна. «Вставай! На горизонте гости!» Мы нехотя начали подыматься. У Марии было жуткое похмелье. Держась за головой, покачиваясь, она что-то недовольно бубнила себе под нос. Поднявшись, моя компаньонка подошла к Тичу, смотревшему в подзорную трубу на крошечную точку, плывущую нам навстречу. Выхватив трубу, Мария попыталась присмотреться к кораблю. Затем, проморгавшись и потерев глаз, сделала еще одну попытку. «Испанцы?» — с недоумением в голосе спросила она Тича. «Кажется, да. Идут в нашем направлении, как только заметили нас. Готовьтесь принимать гостей!» «Может, лучше пустим ко дну эту суденышко?» — бодро прокричал Браун, видимо, надеясь получить поддержку команды, которая уже готовилась бросить боевой клич. «А чем ты собрался стрелять? Своим дерьмом? Со страху, когда они начнут палить по нам?» «Уберите все, что напоминают о пиратском судне, и готовьтесь к построению. И не смейте даже шелохнуться без команды, иначе я вам глотки перегрызу». И, обведя команду взглядом, Мария рявкнула напоследок. «За работу!» — все бросились выполнять приказ. Испанский боевой фрегат был уже совсем близко. Огромное судно поравнялось с нами, и с него прокричали. «Назовите себя и свой курс!» «Швартуйтесь!» — крикнула в ответ Мария, и негромко дополнила. «Если хотите все знать». На фальшборд упал трап. По нему пробежала вооруженная охрана. А следом за ней на борт сошли генералы в полной боевой амуниции. В синих камзолах, длинных париках и со шпагами. «Кто капитан судна?» — надменно поинтересовался один из них. «Я!» — произнесла Мария. «А?» «Мадемуазель? Откуда у вас столь необычный корабль?» Оглядывая судно, он развел руками. «Я недавно приобрела его на последние средства. Еле хватает на то, чтобы платить жалования команде». «А куда же вы направляетесь?» — не скрывая ухмылки, продолжил генерал. «Мы перегоняем корабль в ближайший торговый порт». «А как ваше имя, мадемуазель?» «Возможно, в этом порту мы сможем встретиться еще раз?» Он подошел к ней ближе. «Мария!» — охотно представилась моя спутница, кокетливо улыбаясь. «Какое прекрасное имя! Его так ценят у меня на родине!» С этими словами он поцеловал ее руку. «Сложно передать, что в данный момент творилось у меня внутри. Тем более, что Мария, кажется, решила ответить ему взаимностью. «А как ваше имя?» «Хуан Карлос!» «Хуанки!» «К вашим услугам!» Сделав галантный выпад, он склонился перед ней. «Чудный день для прекрасного знакомства!» «Не так ли, мадемуазель?» «Вы капитан этого судна?» «Нет, я лишь его верный подданный. Старший из генералов. Правая рука, если хотите». «Что же он сам не посетил мой корабль, а послал столь достойных мужчин?» «Услышанное лестно для меня. Но капитан не разгуливает по чужим кораблям из соображений безопасности. К сожалению, и нам пора удалиться с вашего необычного судна. Долг зовет. Но, надеюсь, эта встреча не последняя в нашей жизни». «С нетерпением буду ждать нашей новой встречи. Ветра в паруса!» Продолжая улыбаться, ответила Мария. Поднявшись на трап, генералы отправились на свой корабль под нашими внимательными взглядами. Трап поднялся, и испанский боевой фрегат начал медленно отдаляться. «Напыщенный болван!» послала на оскорбление удаляющемуся судну. И, сбросив с себя остатки доброжелательности, рявкнула. «Вольно!» «Я вновь спасла ваши жизни!» «Слава капитану!» «Слава Марии!» прорал Тич. «Слава капитану!» «Слава Марии!» хором повторила команда. Я не смог издать ни звука. Мое тело сковало злость. Мария, держась за голову, направилась в сторону каюты. Подбежав к ней, схватив за руку, я немного резко развернул ее к себе лицом. «Что все это значило?» Я с трудом выжимал из себя слова. «Закрой рот, Леонард!» недовольно отдернулась она. «Не хватало мне еще твоей ревности?» Продолжая держаться за голову, Мария удалилась и надолго пропала в каюте. Оставшись на палубе, я решил заняться чем-то полезным, стараясь отлечь себя от тяжелых мыслей и перебороть обиду, засевшую глубоко внутри. День становился жарким. Мы держали курс к порту, где стоял замок Марии. Море было спокойным, но не без ветра, и мы шли на парусах. Форштевень подымался на невысоких волнах, разрезая их шумом и брызгами. Примечание. Форштевень. Брус по контуру носового заострения судна. В нижней части соединен с килем. Конец примечания. «Земля!» протянул вперед смотрящий. Оставалось проплыть совсем немного. Из каюты вышла Мария. Кажется, она снова была не в духе. Спустя некоторое время мы приблизились к порту, в котором на этот раз не было ни одного корабля, как не было и капитана, который хотел крови моей спутницы. Все еще не хотелось разговаривать с ней, и внутри затаилась легкая обида. Но Мария, как ни в чем не бывало, подошла ко мне и предложила отправиться с ней в замок. Оружие, которое нам в прошлый раз так и не удалось захватить с собой, должно было находиться на том же месте. И Мария распорядилась установить его на корабль, пока нас не будет. Мы же сошли в порту и, свистнув Арагону, отправились пешком к замку. Мы шли в молчании. Мне почему-то не хотелось общаться с ней. Впрочем, долго возмущаться я не мог, и к моменту, когда мы вышли на лесную дорогу за пределами городка, я практически оттаял. Входить через главные ворота мы не стали и вновь воспользовались тайной брешью в стене. С трудом, открыв знакомую, заросшую в землю дверь, мы попали в замок. Поднялись на второй этаж по темной лестнице и прошли в зал. Меня посетило ощущение, что здесь мы в безопасности. И я могу расслабиться, даже, пожалуй, назвать это место подобием дома. Я начал понимать Марию. Если полжизни проводишь в опасных путешествиях, возвращение домой становится в разы слаще. Зайдя в комнату, моя компаньонка переоделась в чистые вещи и вышла, оставив меня одного. Дверь захлопнулась, и раздался звук повернувшегося в замочной скважине ключа. Не понимая, в чем дело, я подошел к двери и, дернув за ручку, понял, что она была заперта. А для чего Марии понадобилось запирать меня? Ее поведение настораживало меня все больше. В комнате было тихо. Я услышал, как снаружи возится Арагона. Понюхав щель под дверью, она фыркнула и разлеглась под ней. Не найдя себе занятия, я прилег на застеленную кровать, но пролежал недолго. За дверью послышались шаги, и раздался металлический скрежет, входящего в замочную скважину ключа. «Поднимайся! Нам пора!» Мария прошла к комоду и, чуть присев, открыла его ключом. Потом достала оттуда мою сумку и швырнула мне. Заглянув в сумку, я обнаружил свою табличку и кристалл. Я последовал за Марией, спрашивая ее, «Зачем ты заперла меня?» «Так безопаснее и спокойнее. Разговоры позже. Не хочу, чтобы нас слышали». Тайком выбравшись из замка, мы вновь отправились к кораблю. Мария беспокоилась, что Герман вновь выследит ее, поэтому спешила покинуть порт. По дороге она выяснила у меня, где обитает волшебница, и, услышав название порта, слегка ухмыльнулась. Пока мы отсутствовали, команда устанавливала оружие на корабле. К нашему приходу все было почти закончено. На причале мы заметили Тича и главаря охотников, которые о чем-то спорили. Мы подошли ближе. «В чем дело?» взглянула на них Мария. «Они отказываются плыть», – развел руками Тич. «С нас уже хватит. Мы на это не согласны», – отрезал главарь охотников, почему-то глядя мне в глаза. Проходя мимо, он хлопнул меня по плечу, и оставшиеся три охотника удалились. Что это значило, я не смог понять, поэтому решил пока никак не реагировать. Поднявшись на борт, Мария отдала приказ отплыть и держать курс на порт судьбы. «Зайдя в каюту, мы рассчитали примерное количество времени, которое займет дорога. Судя по карте, к вечеру мы должны были оказаться на месте. Мария поставила на стол бутылку рома и вытащила из кармана небольшой сверток. «Смотри, что мне передал Тич». Она развернула его и продемонстрировала мне содержимое. В свертке был наркотик, от которого я предпочел бы отказаться. Отхлебнув рому, я оставил Марию одну. Она быстро вошла в состояние наркотического опьянения и к моменту, когда я покинул ее, была практически без сознания. Выйдя на палубу, я еще раз подумал о том, что практически выполнил задание волшебницы. И вот-вот узнаю, где находится картина, которая, как мне казалось, была для меня дороже и важнее всего. Близился вечер. Вдалеке показался знакомый маяк и был виден не менее знакомый порт. Подбежав к Тичу, я сказал ему, что нужно плыть не в главный порт, а в тот, что поменьше, объяснив, что в главном обязательно регистрирует всех прибывших и что могут возникнуть проблемы с наемниками, которых полно в городе. Как ни странно, он послушал, сообщив, что теперь я проводник в этих местах. Солнце садилось, поднимался туман, который завешивал пеленой все позади нас. Мы встали на якорь, подплыв совсем близко к причалу. Зайдя в каюту к Марии, я нашел ее на том же месте. Кажется, она приходила в себя. Мы прибыли. Я взял свою сумку, с которой когда-то отплывал из этого порта. Уже? Она сидела, обхватив голову руками. Нехотя и практически без сил, Мария все-таки вышла из каюты и села в баркас, чтобы перебраться на берег. Тич поплыл на небольшой гичке с несколькими матросами, и мы долго решали, стоит ли брать ее с собой, чтобы проплыть по болотам, но все же решили отказаться от этой затеи и пойти по лесу. Правда, для этого пришлось хорошо вооружиться. На этот раз на корабле не осталось никого, кроме нескольких часовых. Все остальные вместе с нами сошли на берег. Однако к волшебнице отправились только я, Мария с Арагоной, Тич со своим помощником и еще несколько матросов. Дело шло к ночи, и погода здесь, как всегда, была довольно холодная и сырая. Одним словом, мерзкая. Взяв несколько железных фонарей со свечками внутри, мы двинулись вдоль городка. Миновали маяк, в основании которого теперь была установлена огромная деревянная дверь, блокировавшая проход в пещеру, и вышли на дорогу, ведущую в лес. Я дико боялся промахнуться мимо ориентиров, но, кажется, мы шли в нужном направлении, и память меня не подводила. Мы прошли мимо старого лесного дома, мимо дуба, и следующим ориентиром была волшебная дорога. Я с трудом узнавал места. Но вот с дорогой трудно было ошибиться. Она вновь оправдывала свое название. Ночные облака начали рассеиваться, и в небе засияла бело-серебристая луна, освещающая нам путь. Слабо мерцали звезды. Мы приближались к болотам. У сгнившего причала на этот раз стояло целых две лодки. И меня это даже несколько удивило. Значит, к волшебнице часто наведываются гости? Или она сама покидает свое жилище? Осмотревшись вокруг и выяснив, что хозяев лодок нет поблизости, мы сели в них и поплыли по болотам. Я мысленно возликовал, что мы нашли лодки, и нам не пришлось пробираться по жуткому берегу. Впереди показались огни, и вскоре уже можно было разглядеть очертания дома волшебницы. Неужели я справился? Неужели я все-таки выполнил задание? Я не мог поверить, что такой длинный и сложный путь был позади, и оставалось лишь отдать кристалл. А потом я узнаю, где картина. От восторга меня бил легкий озноб. Мы налегли на весла, лодка вырвалась вперед, и через несколько мгновений дом волшебницы был уже над нами. Подплыв к лестнице, и даже не удосужившись привязать лодку, я начал подниматься наверх. Подав руку Марии, я помог ей подняться на площадку. Толкнув дверь, мы прошли внутрь. Там горел камин. Волшебницы нигде не было видно, и мы прошли вглубь дома. Ты все-таки справился, Леонард. Раздался голос из темноты, и волшебница появилась перед нами. Она выглядела все так же необычно и загадочно. Сзади в дверь вошел Тич. Я открыл сумку и достал оттуда кристалл, забыв, что каждый раз, как я прикасаюсь к нему, у меня появляются видения. На сей раз их не было. Моя часть уговора выполнена. Я протянул кристалл волшебнице. Мария, тихо сказал Тич, и почти сразу я почувствовал мощнейший удар в бок, от которого меня отнесло в другой конец дома. Я с грохотом упал спиной в хлам. Не понимая, что произошло, я скинул с головы тряпки, попадавшие на меня сверху. Я не мог поверить, но это Мария ударила меня изо всех сил ногой. В чем дело? Сквозь боль в боку я выкашливал слова. Извини меня, Леонард, но мне нужно поддерживать семейное благосостояние, помогая матери, не оборачиваясь, сказала Мария. Спасибо, что привел меня к ней. Она кивнула головой на хозяйку дома и тихо приказала. Тич, убей его. Как же я долго ждал этого. С ухмылкой на лице он направил пистолет на меня. Все внутри сжалось, но не от страха быть застреленным, а от того, что это попросила сделать Мария. Я не мог поверить, что она так поступает со мной. Перед смертью я осмелился взглянуть на нее в последний раз и увидел, что она наклонилась за кристаллом, который я выронил. Как только она прикоснулась к нему, по глазам мне ударила ослепительно белая вспышка. «Ты выполнил свою часть договора, Леонард!» прозвучал голос волшебницы из пустоты. В ярком свете я увидел, как тич сжался и прикрыл глаза. Затем раздался хлопок, и подо мной проломились доски, на которых я лежал. Поднимая клубы дыма и пыли, я полетел вниз, приземлившись на грязный берег у воды. Кажется, мне представилась возможность бежать. Пробравшись сквозь грязь и ступив на твердую поверхность, я помчался, что было сил. Я двигался, не разбирая дороги, с трудом продираясь сквозь сырые ветки и поскальзываясь на мокрых корягах. Бог сильно болел, я не мог глубоко вдохнуть, но гораздо больше меня мучил вопрос, как Мария могла так поступить со мной? Хотя чему тут удивляться? Такой человек, как она, редко привязывается к людям. Это был лишь вопрос времени. Ее последние слова не вылетали у меня из головы и прокручивались снова и снова. От невероятной обиды мне хотелось завыть. Что делать дальше? Как только Мария дотронулась до кристалла, вспыхнул яркий свет. Эта волшебница почувствовала огромную силу и ослепить окружающих ей не составило особого труда. Она решила, что должна уберечь Леонарда и оградить его от беды. Дестини протянула руку в сторону человека, оказавшего ей величайшую услугу, и щелкнула пальцами. Пол под ним проломился, и он упал на берег под домом. Волшебница не хотела причинять никому вред, и тем более убивать при помощи кристалла. Леонард был теперь в относительной безопасности, и она решила просто исчезнуть вместе с кристаллом. Когда яркий свет рассеялся, Мария не сразу начала понимать, что произошло. Перед ее глазами стоял лишь размытый светлый блик, и она сидела на деревянных досках пола, озадачена моргая. Помощника Тича и остальных матросов постигла та же участь. Поскольку Тич стоял спиной к кристаллу, он пострадал гораздо меньше остальных и быстрее оклемался. Он попытался взглядом найти волшебницу и кристалл, но безуспешно. Разглядев Марию, он, ковыляя, подошел к ней, но она еще долгое время не могла прийти в себя. Часть третья Поиски Глава одиннадцатая Время Что чувствует растоптанный судьбой человек? Человек, которому пришлось пережить очередной ее удар, сбивший с ног и вытянувший все силы? Как подготовить себя к этим несправедливым тычкам по твоей жизни? Как смягчить падение, к которому ты абсолютно не готов? Когда тебе хорошо, то кажется, что ты можешь преодолеть и пережить любые испытания, посланные тебе свыше, а с минутным отчаянием справиться, лишь уронив пару горьких слез. Но когда ты сталкиваешься с этим, то на практике все оказывается не так просто. Отчаяние, горечь утраты, разочарование, неудачи, предательства и все то, что может сломить тебя, сделать слабым и отнять вкус к жизни, гораздо сильнее, чем размытое понятие счастья, которое так легко спугнуть. Если ты ступил на черную полосу, кажется, что просвета не будет больше никогда. Но наряду с этим борьба с самим собой и чувство злости могут сработать как лекарство и дать пусть слабый, но твердый стимул двигаться вперед. И, как и любая человеческая рана, телесная или душевная, для своего восстановления она требует времени. «Вперед!» «Останавливаться нельзя!» внушал я себе, пробираясь по темному лесу. Я не знал, как перебороть обиду, комом подкатившую к горлу. Меня охватило отчаяние. Я не осознавал, что делал и что видел перед собой. Несколько раз я оглядывался назад, перебарывая в себе желание вернуться и поговорить с Марией. Не все казалось, что это какое-то недоразумение, но в ушах до сих пор стоял ее приказ расправиться со мной. Нет, никакой ошибки тут не было. Я был выброшен как ненужная вещь. Я никак не мог отойти от происшедшего. Перед глазами всплывал тич, который обрадовался, когда ему представилась возможность прикончить меня. За что он так возненавидел меня? Как плохо я разбираюсь в людях. Я совершенно не почувствовал столь очевидной неприязни к себе. Я отказывался понимать, что чуть не встретил смерть от людей, которым доверял. И тут я вспомнил слова волшебницы, которые она сказала мне во сне. Никому нельзя верить. Усталость давала о себе знать, но я не прекращал бежать. Падая в очередной раз, я поднимался и мчался дальше, пробираясь сквозь кусты и спотыкаясь. Неожиданно земля под ногами пропала, и я упал в овраг, по которому протекал неглубокий ручей. Плюхнувшись с брызгами в прохладную воду, я намочил колени и руки. Выбираясь из воды по мокрой траве и земле, я на четвереньках поднялся по отвесному оврагу на другую сторону. Теперь и собака не возьмет мой след, и охотники остались на другом острове. Вряд ли кто-то сможет выследить меня в темноте. Я и сам, наверное, не выберусь отсюда. Остановившись, я облокотился на ствол дерева, чтобы перевести дыхание. Оглянувшись по сторонам и посмотрев в непроглядную тьму, я испытал ужас. Вокруг меня росли деревья и кустарники. Легкий ветер качал их ветви. Листья шелестели, и казалось, что кто-то пробирался сквозь них. Не хотелось бы встретиться с каким-нибудь зверем, обитавшим здесь. Я немного отдышался, и ноги снова понесли меня вперед. Трудно было сдерживать свое воображение рисующее чудовищ, выглядывающих из-за деревьев. И теперь, помимо обиды, мое тело взял под контроль ужас, который было невозможно побороть. По телу время от времени пробегала судорога. Удары сердца отдавались в ушах, дыхание было сковано, тело напряжено. Казалось, вместо крови по венам протекает страх. Я бежал, и мне казалось, что я преодолеваю последние метры в своей жизни, как вдруг впереди послышался колокольчик. Его звон сначала еле коснулся моих ушей, но с каждым шагом становился все четче. Я замедлил бег и старался не шуметь, на ощупь ступая по земле. Мне приходилось двигаться наугад, натыкаясь на стволы деревьев и царапая себе лицо ветками, но то, что предстало передо мной, я разглядел и в кромешной темноте. На меня, не мигая, смотрели два переливающихся желто-зеленых глаза. Остановившись, я приготовился к неравной схватке с обитателем этих мест. На какое-то мгновение в голове промелькнула мысль, что он сейчас раздерет меня на месте. Но терять было уже нечего, я решил продлить себе жизнь хотя бы еще на несколько мгновений. Стоявший впереди зверь лишь глухо гавкнул и с фырканьем опустил морду к земле, отчего колокольчик снова зазвенел. Затем, подняв голову, зверь гавкнул еще дважды, развернулся ко мне спиной и, отбежав, гавкнул снова. Я стоял не шелохнувшись, но зверь снова вернулся, продолжая коротко лаять и поскуривать. Сомнений не осталось. Это была собака, и, кажется, она звала меня за собой. Я неуверенно последовал за ней. Разглядеть собаку было практически невозможно, и мне пришлось ориентироваться только на звук колокольчика и глухое ворчание. Мне с трудом верилось происходящее. Неужели кто-то послал ее за мной? Но где тогда ее хозяин? Куда она ведет меня? Надеюсь, это не ловушка? Хотя мне уже нечего было терять, я все равно не знал выхода из этой чищевы. Мы шли по ночному лесу, и общество собаки почему-то немного успокаивало меня. Силы были практически на исходе. Ноги периодически заплетались, пару раз я даже падал, но подымался и продолжал движение в неизвестность. Следуя за собакой, стараясь не отставать от нее ни на шаг, я увидел, что деревья начали редеть. Лес стал более ухоженным, и казалось, что здесь часто бывают люди, в отличие от окрестностей ведьминого дома. Подняв голову, я увидел сквозь листья и ветки то, что никак не вписывалось в мои представления об этой части суши. Над нами возвышался маяк. Мало-помалу собака вывела меня на небольшой холм, с которого объединился почти весь ночной город. Огней почти не было, но очертания городка все равно вырисовывались на фоне врежущего рассвета. Туман рассеялся, и я увидел корабль, стоявший на якоре в ночном море неподалеку от причала. Также я смог получше рассмотреть и свою четвероногую спутницу. Коричневая дворняга с неухоженной шерстью стояла передо мной и смотрела в сторону города. Повернувшись, она села на задние лапы и взглянула на меня, дав понять, что мы на месте. На ее груди висело ожерелье, в которое были вплетены небольшие колокольчики. Собака смотрела мне прямо в глаза и создалось впечатление, что она гипнотизирует меня. Внезапно по моей спине пробежали мурашки и показалось, что кто-то стоит за спиной. «Еще не все потеряно. Продолжай двигаться к цели», послышался голос волшебницы прямо возле уха. Резким движением я обернулся, но, естественно, никого не увидел. Собака подскочила и, гавкнув, побежала в сторону леса. «Дьявол!» Как же я испугался! Стараясь успокоиться, я взглянул в сторону города и решил направиться к нему, чтобы разведать обстановку и узнать, что ждет меня впереди. Пройдя мимо маяка, я направился в центр поселения. Внезапно со стороны моря до меня донесся грохот боевых орудий корабля, который ни с чем нельзя перепутать. Этот неожиданный шум застал меня врасплох. Нужно взглянуть, что происходит в порту. Двигаясь по улицам, я услышал, что залпы усиливаются, но понять, по кому ведется огонь, мне было пока не под силу. Приближаясь к причалу, я почувствовал запах дыма. У одного из прибрежных домов на земле я увидел играющее заливо. Я осторожно выглянул из-за стены и передо мной предстал охваченный огнем корабль Марии. Сильный пожар освещал весь берег, а над судном возвышался столб дыма, поднимаясь в ночное небо. Внезапно раздался оглушительный взрыв, который отрезил меня и заставил собраться. Кажется, огонь добрался до пороховых бочек. Почему судно горело? На нем ведь оставались часовые. Воздух взлетали мелкие горящие ошметки корабля и со скрежетом трущихся и ломающихся досок он начал тонуть. Остатки догорающего носа упали на другое судно. Вессел оф флэш находился неподалеку. Видимо, это он открыл огонь. Как они ухитрились выследить Марию? Мимо пожарища проплыло два баркаса. На одном из них находился Сан Герман Потрошитель. Вероятно, в городке сейчас начнется резня. Я смотрел на приближающиеся лодки, как вдруг внезапно кто-то схватил меня сзади за плечо. Резко обернувшись, я увидел Джона Лорди. «Господин Леонард, вы живы?» «Да», растерянно ответил я. «А госпожа Мария?» «Не знаю. Я убежал». На корабле шел разговор, что они хотели убить вас. Они приказали всем молчать. Мне было жаль вас. Я рад, что вы целы», улыбаясь, рассказал Лорди. Но его слова пронзили меня глубоко в сердце. Меня сжигала обида на Марию, которая, оказывается, уже давно задумала разделаться со мной. Меня вернули к реальности слова мистера Лорди, который показал на лодке, доплывшая до берега. «Сейчас будет беда!» Нотки беспокойства прозвучали у него в голосе. «Пойдем, я знаю место, где можно укрыться». Я хлопнул его по плечу, и мы побежали. Двигаясь в направлении рыбацких сараев, мы услышали игру скрипки. Кто может играть сейчас, когда на город надвигается такая угроза? Да и место более чем неподходящее. Мелодия усиливалась, и мне показалось, что я уже слышал ее раньше. Дверь в один из сараев была открыта. Там горел свет. Остановившись, я с опаской заглянул внутрь. Моему удивлению не было границ. Я увидел Вудса Роджерса, немого капитана погибшего корабля Висс. Он сидел на невысоком стуле перед светильником, достаточно хорошо освещающим пространство сарая. Увидев меня, он широко открыл глаза и медленно провел смычком по струнам скрипки, издав неприятный для слуха скрежет. От удивления я немного оцепенел и не знал, что сказать. Впрочем, судя по всему, старый пират был тоже удивлен. Неожиданная встреча, сказал я. Мистер Роджерс лишь развел руками, слегка ухмыльнувшись. Но здесь сейчас опасно. В порту высадились головорезы, и в поисках той, кто им нужен, они будут резать всех подряд. «Мы должны скрыться». Мистер Роджерс задумчиво опустил взгляд и многозначительно постучал смычком по крышке подпола. «Они будут жечь дома», вмешался подошедший мистер лорди. Фыркнув, мистер Роджерс поднялся на ноги, взял с полки мелок и написал на стене одно слово «Сражение». «Скорее самоубийство», сострил я. Тогда мистер Роджерс написал второе слово «Ловушка». «Вероятно, он знает, о чем говорит», обратился ко мне Джон Лордик. «Тогда нужно действовать». Я окинул взглядом их обоих. Мистер Роджерс положил смычок и скрипку и, взяв лампу, направился к выходу из сарая. Он шел медленно и неторопливо и направлялся он не в порт, а в сторону леса. В конце концов, он вывел нас на тот холм, на котором я распрощался с собакой, и, достав из кармана свисток и повесив его себе на шею, он поднес его к губам. Было видно, что он в него дул, но никакого звука свисток не издавал. Опустив свисток, Вудс поставил руки на пояс и посмотрел в сторону леса. Ничего не происходило. мы с Джоном Лорде переглянулись, не понимая, в чем заключается ловушка. Но через какое-то время из леса появились звери, напоминавшие волков, и они сразу напомнили мне монстра, который обитал в пещере у маяка. Чудовищных созданий, испугающим оскалом, было больше дюжины, и все они направлялись к нам. Мистер Роджерс дунул свисток, и звери, облизываясь, подошли к старому морскому волку. Присев на колено, Роджерс улыбался и ласково трепал их по загривкам, как будто это не опасные дикие звери, а домашние ручные собачонки. Как он смог приручить их? Моему удивлению не было границ. Поднявшись, старый пират посмотрел на нас, затем в сторону города, в котором уже начался переполох. Он жестом указал, что нам нужно отправиться в порт и приманить пиратов сюда, а звери нападут на них из укрытий. План был довольно прост и понятен. Но вот так ли будет легко его выполнить? Как бы то ни было, мы решили попробовать. Выяснив, куда нужно заманить пиратов, мы с Джоном Лорде направились в самое пекло, где нас запросто могли убить. У меня при себе не было оружия, только старый яркий фонарь, который вряд ли можно было использовать в сражении. Джону Лорде тоже было нечем защищаться. Все оружие осталось на корабле. С собой он прихватил лишь маленький ножик, лезвие которого чуть превышало ширину ладони. У причала, как ни странно, пока что обходилась без жертв. Горожане спрятались по домам, и они были не очень нужны Герману. А вот команде Марии укрыться было негде, и почти всех ее людей уже взяли в плен. Герман и его команда встали вокруг стоявших на коленях пленников. Некоторых еще волоком тащили в круг. «Где Мария?» спросил огромный человек. В его голосе ощущалась непоколебимая решимость. Подняв над головой топор, он всадил его в голову одного из пленников. Кровь хлынула из пробитой головы, и человек упал замертво, а Герман готовился к казни следующего. Пора было действовать. Выбежав на небольшую площадь, я поднял вверх фонарь и закричал, что было мочи. «Мария, у нас!» Казнь следующего пленника сорвалась. Герман повернулся, кинув на меня яростный взгляд, от которого мне стало не по себе. «За ним!» Прорал он своим людям и указал в мою сторону топором, с которого стекали капли крови. Все головорезы помчались за мной. Сработало. Теперь нужно было заманить их в нужное место. Джон Лорди, прятавшийся за бочкой, подскочил и побежал за мной. От бега мое дыхание участилось, но сделать глубокий вдох не удавалось из-за жуткой боли в боку. Но страх попасться в руки потрошителю толкал меня дальше и заглушал боль. Обернувшись на бегу, я мельком взглянул на преследователей. Пираты гнались за нами, исполняя приказ своего капитана, снося все, что попадалось на их пути. Сам Герман не мог бежать из-за своей огромной комплекции и лениво плелся позади. Оставалось совсем немного до места, где была засада. Вот оно, длинный и темный проулок. Звери затаились между домами и ждали команды мистера Роджерса. Впереди была развилка и начинался лес. Пробежав вперед до конца, мы разделились Джоном Лорде, а на самой развилке я поставил на землю лампу, которая должна была отвлечь внимание головорезов. Затаившись в укрытии, я видел мистера Лорде, спрятавшегося за бочкой на другой стороне, а выглянув в проулок увидел мчащихся по нему людей Германа. Внезапно они остановились на полпути и один из них начал оглядываться по сторонам. Похоже, они что-то заподозрили. Ну и чутье. Что нас выдало? Нервные мысли проскакивали в голове. Пираты медленно продвигались вперед, и тут раздался странный тихий свист, сигнал к нападению. Это ловушка, закричал кто-то из пиратов, и в этот момент на них с рыком набросилась стая диких зверей. Кто-то успел выстрелить перед тем, как его загрызли. Некоторые звери были ранены или убиты. Это была схватка на равных. Но преимущество за счет внезапности было все-таки на стороне зверей. Они грызли и трепали пиратов, которые отбивались из последних сил. Тут к месту сражения подоспел Герман и увидел, что почти всю его команду растерзали звери. Вопли начали стихать. Последним из пиратов опасное создание перегрызли глотки. Все было в крови. Повсюду валялись мертвые тела людей и животных. Выжившие звери, ковыляя, осматривали тела и зализовали раны. Уцелело всего пятеро животных. Герман стоял и смотрел на свою мертвую команду, одновременно убирая короткий топор за пояс и доставая огромный кинжал. Раздался еще один свист. И звери увидели потрошителя, поднявшего над головой оружие. Огромная глыба неслась на оскалившихся животных. По сравнению с этим великаном, животные напоминали беспомощных щенков. Герман и животные схлестнулись в кровожадной схватке. Человек был полон ярости. Но и у зверей ее было не меньше. Они навалились со всех сторон. Великан пнул ногой двух четвероногих и кулаком отбросил в сторону еще одного, нападавшего сверху. Атаки животных не прекращались. Они методично кружились, выматывая противника. Герман отмахивался руками и ногами. Своим огромным кинжалом он ранил нескольких из животных, но те не отступили. Мы с мистером Лорди вышли из своих укрытий и наблюдали за схваткой, переживая за животных, когда Герман причинял им вред. Звери продолжали запрыгивать на него и даже сбили его с ног. На мгновение показалось, что они одержали верх над потрошителем. Я мысленно возрадовался, что схватка подошла к концу, но, как оказалось, моя радость была преждевременна. Гигант, собравшись силами, разметал всех верных помощников мистера Роджерса. Истекая кровью от укусов, он по одному хватал полуволков за холку и протыкал их своим огромным ножом. Животные извивались и коротко скулили, когда огромный тесак потрошителя протыкал их шкуры. Не желая сдаваться, они нападали на него и отгрызали целые куски, отчего потрошитель переходил на дикый рев. В конце концов, Герман поднял свой огромный нож и взмахнул им в последний раз, перерубив полуволка прямо в районе шеи. Красные капли брызнули на стену дома. Стряхнув с ножа остатки крови, истезренный животными потрошитель поднял голову и, увидев нас, зашагал вперед. Меня охватил ужас при мысли, что на меня надвигается такая громадина. Мистер Лорди отбежал в сторону, а я готовился схлестнуться с неравным противником. Я мог убежать, но какое-то отчаянное упрямство держало меня, подсказывая, что бежать некуда и придется принять бой. Великан был совсем рядом и готовился меня зарубить, но, сосредоточившись, я просчитал траекторию ножа и успел отскочить в сторону. Неповоротливый потрошитель был предсказуем в своих атаках, и я практически с легкостью уходил от них, чем быстро привел его в бешенство. Но и я на секунду ошибся, и эта ошибка едва не стоила мне жизни. Уйдя от очередной атаки, я оказался сзади Германа и не мог ожидать внезапного чудовищного удара, сбившего меня с ног. В глазах потемнело, я стал падать на землю. Мне показалось, что прошла вечность, пока я достиг ее. Лежа на земле, я старался прийти в себя, но, судя по всему, было уже поздно. Я услышал тяжелый топ от приближающегося великана. Подтянув меня за ногу, он наклонился и своей огромной ладонью схватил меня за горло. Ему не составило труда поднять меня одной рукой и прижать к стене ближайшего дома. Кажется, потрошитель любил человеческие страдания больше, чем быструю смерть, и теперь готовился к моей долгой и мучительной казни. Его рука начала сдавливать мою шею, вытягивая все силы. Я медленно задыхался, но краем глаза успел увидеть мистера лорди, который подошел к нам сбоку. «Господин Леонард!» выкрикнул он, бросая свой маленький ножик. Повинуясь рефлексам, я поймал этот подарок, казавшийся иголкой по сравнению с этим гигантом. Он позволит мне еще хоть как-то сопротивляться. Герман был так поглощен моей пыткой, что даже не заметил происшедшего. Сжав рукоять ножа, я начал бить им наотмашь, стараясь расковырять рану на огромном лице потрошителя. Первый удар пришелся в щеку, проткнув ее насквозь. Великан издал болезненный рев, но я не прекращал наносить удары. Второй попал ему в скулу, третий вспорол ухо. Потрошитель уже истошно орал, бросив свой кинжал, но продолжая держать меня другой рукой. Требовалось нанести болевой порез, и я прошелся по глазу, пробив острием ножа переносицу. Прозвучал истошный крик, и железная рука разжалась. Я упал на землю, держась за шею и глотая воздух. Посмотрев перед собой, я увидел, что изуродованный Герман двигался прямо на меня и был уже близко. Его лицо и глаз истекали кровью. Подняться и отбежать у меня уже не было времени, я просто полз на спине, упираясь локтями в землю. Потрошитель двигался на меня, держась за лицо одной рукой, а другой пытаясь достать небольшой топор, висевший у него на поясе. Растерявшись, я не знал, что делать, но краем глаза заметил светлую фигуру за спиной у Германа, а также четко увидел посох, который ударил гиганта и захлестнул его тело короткими молниями. После непродолжительной прожарки дымящееся тело потрошителя рухнуло на бок, и, наконец, мне стало видно того, кто пришел мне на помощь. Но я не знал, радоваться мне или огорчаться при виде этого не совсем обычного человека. Передо мной стоял друид, которого последний раз я видел еще на корабле наемников перед тем, как схлопотал пулю. Впрочем, кажется, он не собирался причинять мне вреда, а наоборот спас меня. Сбоку к нему подошел капитан наемников и строго взглянул на меня.